Он, быть может, он и никогда нам не навредил, и может и не навредит, иншаллах, никогда. Но он находится в зоне риска, так как, будучи благодарным представителем кадыровской власти, не исключено, что эту благодарность у него потребуют оплатить как-то. Поэтому в этом плане нужно в любом случае опасаться. По поводу Булгучева. Я знаю, про кого ты говоришь. Это человек, проживающий в Германии, в городе Любек. Он на днях записал, провел эфир в Инстаграме с Магомедом Хамбиевым, бывшим министром обороны Ченской республики Ичкерия, затем совершившим от предательства, сдавшимся и перешедшим на сторону России. И вот он там с ним респектабельно общается. И я смотрю, многие этим удивились, потому что возмутились, понятно. Возмущение, конечно же, понятно, но удивление, оно не совсем для меня лично понятно. Если вы... Я не смотрел весь этот его эфир, какие-то там вырезки мне кидали, и если тезисно его послушать, я не услышал ничего нового в его позиции, позиции этого Булгучева. Так как он, смотрите, он относится к религиозной секте Ингушетии, Баталхаджинсам. Это внутри суфийского, суфийского вот этого тариката, катарийского. Там есть... Катарийский, по-моему, они к катарийскому, конечно, относятся. И вот внутри есть некие религиозные именно секты. Там, где... И чем они вообще отличаются? Обычно, допустим, суфистов, типа там, хаджиморидов, например, там, или накшумандийских каких-нибудь. Они отличаются тем, что у них обязательно есть какой-то там духовный глава, действующий, живущий сейчас, живой. Как правило, это бывает какой-то потомок там того устаза шейха, которого они берут там в посредники, поклоняются ему. И вот этот вот глава духовный, он является у них лидером и духовным, и реальным. У них бывают, как правило, там свои какие-то общаки, и бывают внутренние уставы, правила, которые отделяют их от другой массы. У нас, смотрите, вот в Ингушетии это баталхаджинцы, но у нас тоже есть в республике такие же чуваки. Это белошапочники их так называют. То есть у них точно такая же тема, потомок нам этого их устаза, этого тата. Он сейчас у них духовный и реальный лидер. У баталхаджинцев это Белхароев, тоже он у них там реальный и духовный лидер. То есть это такие вот секты. А чем живут секты? Секты, вообще, почему секты в исламе порицаются? Потому что секта, она всегда ставит интересы своей секты выше интересов умы. Поэтому любые жамааты, политические партии, секты религиозные внутри исламского общества, они запрещены. Потому что, как правило, они всегда ведут к тому, чтобы они ставили свои интересы выше интересов умы. И ради своих конкретных интересов они готовы жертвовать интересами умы. Это не значит, что любые жамааты, любые объединения запрещены. Нет. Понятно, что если не присутствует вот этого сектанства или выставления своих интересов превыше интересов умы, то это не порицается. Но если это приводит к этому, либо это уже проявлено, то это, конечно же, запрещается. Так вот, этот человек относится к этой религиозной секте, религиозному обществу, давайте так скажем. И они свои интересы ставят превыше любых иных интересов. И они живут этими своими интересами, не интересами умы. И поэтому, когда этот человек, вот этот обсуждаемый нами Булгучев, он говорит, когда у нас там, говорит, возникли проблемы, у нас он имеет в виду свое религиозное общество. Это для него мы. Мы для него это не умно, не в целом народ, а это конкретно его вот это вот религиозное братство. И он говорит, когда у нас возникли проблемы в Ингушетии, а у них возникли, у них при Евкурове возникли проблемы, там были обыски, в общем, у них кого-то там в розыске подали. На тот момент их, этого лидера, там убили даже, взорвали. В общем, когда у нас возникли проблемы, он говорит, Кадыров нас принял, приютил. Они сейчас на Азуле там находятся. Все это братство, все у кого проблемы в Ингушетии, они на Азуле как бы, ну это я утрирую, но хотя это реально, если посмотреть, это Азуле. То есть они приехали, попросили убежище у Кадырова, Кадыров им это убежище предоставил. То есть он говорит, у нас возникли проблемы, Кадыров нам их решил, он нас приютил, он дал нам защиту, он сказал, на территории, на моей территории, где я руковожу, вас никто не тронет, у вас здесь полная, значит, свобода передвижения, жизни. Главное, не выходите за пределами, то есть там, где распространяется моя власть, вам обеспечена безопасность. Плюс он приводит там еще ништяки, которые Кадыров им дал, мол, именем этого нашего устаза Баталхаджи была названа, даже не названа, была изначально построена мечеть, прям под его имя в Бачкой Мартане. То есть это вот такой респект он нам сделал. То есть человек руководствуется интересами своей секты, и он абсолютно вот в этом плане, логически, он правильно мыслит. То есть там, где понятно, что сама концепция неправильная, но он говорит, вы здесь рассказываете нам про какие-то преступления, что он там мусульман, значит, угнетает, кого-то там на бутылку, с кого-то штаны снял, здесь он вообще против ислама идет и так далее. Но этот человек не руководствуется интересами уммы. Мы же обозначили, что он член вот этой секты, этого братства. Для него эти интересы этой группы превыше любых интересов мусульман. И этой группе конкретной, этот Кадыров сделал ништяки, дал им безопасность, назвал мечеть, то есть с ними у него все в порядке. И он говорит, поэтому я, говорит, их уважаю, его уважаю, там, и завители этой власти уважаю. А то, что там вы рассказываете, что он сделал вот здесь, беременную женщину убили, запытали, тут, значит, ребят похищают, пытают, убивают, родители заставляют закапывать под покровом ночи, фабрикуют уголовные дела. Это все интересы уммы, а нам они не интересны. Нам они интересны в целом, они говорят, да, мы там переживаем, он в Газе, мусульман убивают, но здесь есть интересы нашего братства. А у нас здесь конкретно вот проблему Ингушетии, розыск и так далее. И Кадыров нам предоставил убежище, предоставил нам свободу, поэтому мы ему респектуем. Поэтому это нужно просто вот это понять. Почему мы изначально считали, что он будет по-другому рассуждать? Вот мне вот это непонятно. Почему вы изначально считали, что человек, который относит себя к этому, к этой секте, к этому братству, почему вы считали, что он будет по-другому рассуждать? Просто нужно, учитывая эту информацию, нужно дальше понимать, как себя вести. То есть его нужно в первую очередь идентифицировать, чтобы вы его знали, так как этот человек ходит там по разным нашим, ну, присутствовал на наших мероприятиях, ему даже слово давали на митинги по поводу Гирихановой, как организованной, мой фондом в Берлине. Например, он там выступил, и мой брат ему даже дал слово, потому что он не знал, кто он. То есть это был для него неизвестный человек, он видит, ну, в Ингушетии пришел, человек проявил интерес к этой теме, решил высказаться. Наоборот, из чувства уважения ему как бы дали слово. Ну вот, чтобы такого не было, сейчас просто нужно идентифицировать, понять, кто этот человек, понять, что он, быть может, он и никогда нам не навредил, и может и не навредит, иншалу, а никогда, но он находится в зоне риска, так как, будучи благодарным представителем кадыровской власти, не исключено, что эту благодарность у него потребуют оплатить как-то, поэтому в этом плане нужно в любом случае опасаться. Но это не значит, что мы сейчас утверждаем, что он там что-то сделал и так далее, нет, нет конкретных примеров, там нечего ему предъявить. Но в целом, например, слово такому человеку в следующий раз на каких-нибудь митингах, конечно, давать нельзя. Считать его угрозой, потенциальной угрозой человеком, который может как-то навредить передачей информации и так далее, да, да, да. То есть вот эти моменты просто нужно учитывать, а в остальном удивляться этому и сильно как-то возмущаться, нервничать по этому поводу не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok